здравствуйте дорогие друзья и вновь слово на свободе снова буду рассказывать вам о том что происходит в мире медиа в огромном мире вокруг нас ну и конечно в соединенных штатах америки стране которая является законодателем правда очень своеобразной моды связанной с средствами массовой информации и с международной политикой но на мой взгляд конечно одна из главных новостей последней недели это то что в президентскую гонку сша таки включился майкл блумберг трехкратный мэр нью-йорка и мультимиллиардер там все время меняются цифровые параметры но будем говорить что он входит там в десятку самых богатых людей мира именно поэтому он обозначил два таких базовых финансовых не приоритетов два таких базовых фундаментальных камня в своей программе первое в случае избрания президентом получать зарплату он не будет ну в принципе и трамп тоже от зарплаты отказался но блумберг кстати когда был мэром нью-йорка и и не получал и второе очень важный момент он отказывается от любых пожертвований для своей президентской компании то есть будет ее полностью вести на свои ну может себе позволить потому что его состояние более 50 миллиардов долларов поэтому страшно представить сколько денег он ухнет в эту самую президентскую компанию кстати его первый ролик уже распространяется сделан очень неплохо ну и так сказать базовые слоганы jobs крэйта лида и проблем соло то есть человек который решает проблемы создает рабочие места и просто лидер и все это майкл блумберг все конечно здорово кроме того что феврале следующего года ему исполняется 78 лет выборы в ноябре 20 и я опять сажусь верхом на своего любимого не политкорректного коня связанного с тем что очень пожилые белые мужчины в соединенных штатах в мультинациональной мультикультурной стране борются за власть да потому что самый молодой из них это трамп все-таки в следующем году к моменту выборов ему семьдесят четыре с половиной берни сандерсу будет 79 байдену 78 блумбергу 78 с половиной но то есть это какая-то вот такая очень дискуссионная история и значит эти люди рассказывают нам про там несменяемость власти у нас про брежневское полюбюро и так далее так далее а хочется просто сказать друзья есть один удивительный момент в связи с этой битвой в бой идут одни старики вот это вот пенсионерская возня в ноябре двадцатого года в штатах а представляете 2024 год россия я ничего не утверждаю никаких конспирологических выводов не делаю но просто я хочу сказать что в мае двадцать четвертого года во время инаугурации нового президента российской федерации владимиру владимировичу путину будет семьдесят один с половиной всего а сша семьдесят восемь с половиной блумберг намеревается четыре года отработать здесь конечно отдельная интрига это кто будет кандидатом вице-президенты при таком вот потенциальном главе америки потому что ну всякое может быть нужно как бы закладываться на разные случаи разные варианты но вот такая вот есть история и компания обещает быть очень размашистой конечно очень грязный ну представьте миллиарды долларов будут туда-сюда летать любопытно просто предположить сколько этих миллиардов блумберг будет готов потратить во имя победы но он говорит про высокие цели задачи цель его свергнуть трампа любой ценой кстати еще пару слов о блумберге и человек очень принципиальный понимаете он тысячи первом году когда шел в мэры нью-йорка он шел от республиканцев потому что от демократов кандидатов было много потом он значит был республиканцем потом он был независимым кандидатом теперь он значит демократ такой американский политик принципиальный и так сказать все для людей какая разница какая партия но главное же это личность человека личность она конечно имеет место быть ну а что же его соперник что же действующий президент дональд трамп он проанонсировал важное заявление все-таки надо же понять где с 10 по 12 июня следующего года состоится саммит g7 то есть он будет в сша но грязные как не я не ругаюсь но в общем одним словом враги помешали трампу провести этот саммит в его гольф-клубе трамп national майами дорол хотя он пишет об этом в твиттере был готов сэкономить 35 миллионов долларов на его проведение практически взять все расходы на себя во имя фотографии на пушка что красиво гольф-клуб надпись трамп там мировые лидеры они идут играть с трампом в гольф значит будет что вспомнить на пенсии и для мемуаров но началась так сказать вот такая движуха поэтому трамп пишет все рассматриваем кэмп дэвид скоро объявим ну кэмп дэвид конечно знаменитая загородная резиденция президента в сша но это 100 километров от вашингтона а как туда будут добираться простые люди но и там журналисты другие всякие гости не то что в майами это практически было но иметься было и есть этого гольф-курорт он буквально рядом с аэропортом международным но вот скорее всего кэмп дэвид испорченное настроение трампа видимо и сам саммит будет такой же таскать с недовольным трампом да еще таскать на фоне его там возни и президентской кампании есть еще одна причина для тревоги все большее число сторонников и я бы сказал же сторонников а сотрудников трампа бегут с корабля возможно он действительно тонет мы просто этого не знаем майк помпео госсекретарь сша человек глыба человек мастер парадоксальных заявлений он же нам пытался неоднократно объяснить чем вхождение крыма в россию добровольное отличается от оккупации израилем голландских высот так вот помпео с весны восемнадцатого года работает госсекретарем может быть до весны двадцатого года и дотянет два года хороший срок до этого с января семнадцатого как только трамп заступил насчет права президента он помпео назначил директором цру там тут немножко поразбирался но вообще с одиннадцатого до семнадцатого помпео был конгрессменом да то есть членом палаты представителей конгресса сша от тех от канзаса от канзаса и сказал тут он своим близким что надо бы наверное мне в сенаторы пойти от канзаса соответственно на осенних выборах двадцатого года и для этого придется значит покидать вот вопрос только встретит ли он новый год вместе с трампом в белом доме или отчалит раньше потому что до этого был звоночек соответственно с послом сша в россии джоном хансманом который отчалил уже объявил о том что идет в губернаторы штата юта и будет соответственно осенью баллотироваться поэтому мне кажется таким таким темпом скоро практически все сподвижники трампа покинут администрацию и пойдут баллотироваться для того чтобы продлить свое существование в американской политике ну хансман станет губернатором это четыре года а помпео это шесть лет сенаторства как бы хорошо сухо надежно и никаких тебе головных и сердечных неприятностей в связи там с импичментом или какими-то прочими проблемами значит не верят все таки они в перспективы дональда фредовича а это тревожный симптом и знак ну едем дальше про штаты я уже рассказывал прошлый раз про совершенно уникальную историю связанную с совместным письмом госдепа и пентагона властям египта прямо принципиально открыто было сказано что друзья вы подумайте тут вы собираетесь закупать пару десятков истребителей су-35 у россии но вообще мы вам за это можем и санкции привинтить хотя подчеркнул россия ни в каких так сказать черных списках не находится с чего бы то вдруг нельзя суверенному государству египту покупать у россии военную технику не запрещенного на формата и образца а им за это сразу санкции но дальше то все совсем весело весело печально ну и показывает о реалии международной политики высокопоставленный представитель госдепартамента взял и слил американским журналистам потрясающую формулировку я должен просто вместе с вами насладиться и есть конечно же есть другие страны сказал он которые тоже обращались к каиру и говорили вот в связи со всей этой сделкой готовящиеся говорили пожалуйста не перечеркивайте весь достигнутый вами за последние годы прогресс потому что не только сша обеспокоены грядущей покупкой египтом наших самолетов и вот тут я хочу вместе с вами уважаемые зрители задаться вопросом какой достигнутый прогресс и в чем за последние годы у египта может быть обнулен вот этой самой сделкой то есть знаете какой циничный высокий дипломатический язык процветает в сша какой слог вы у россии не покупайте оружие иначе перечеркнете весь прогресс который вы достигли в наших глазах и тогда увидев что прогресса больше нет мы введем против вас санкции нет все происходит в наши дни вот так сказать такие наши реалии в сша но есть конечно и более веселые моменты связанные с тем что из праймерис демократов потихонечку выбывают разные кандидаты и один из них это эрик суалуэлл который в связи с нулевым рейтингом гонку оставил но продолжал активно выступать и в частности прославился тем что давал интервью кабельному но очень популярному каналу msnbc выступал он в программе под названием хардбол ну можно перевести как бескомпромиссный и он очень бескомпромиссно там комментировал международное положение в частности вмешательство киева в дела соединенных штатов и во время этого короткого яркого спича раздались очень странные громкие и отчетливые звуки которые были квалифицированы всеми зрителями как то что конгрессмен не сдержался не сдержал в себе так сказать многое и выпустил все это наружу связи с этим появились соответствующие весьма язвительные хэштеги под названием fart gate все это вышло в тренды и конгрессмен стал звездой звездой ютьюба звездой социальных сетей как человек который не держит в себе ничего когда выступает перед журналистами ну правда он спустя несколько дней когда увидел что там миллионы просмотров у этого видео десятки тысяч записей с этим хэштегом стал говорить что это не он ничего это все это неправда привлёк телеканал который сказал нет это не конгрессмен это во время его выступления мы зачем-то сзади сильно двигали кружку по столу туда-сюда так тратар тратар вот но ему во-первых никто не поверил во вторых конечно же ярко выступил сын трампа ждем когда выскажется сам президент но сын сделал блестящую запись которая звучала что произведенный конгрессменом звук это самая вразумительная вещь озвученная им за последние годы и добавил что всегда знал что в конгрессмене очень много фекалий ну и соответствующие заявления другие самое обидное конечно для украины комментарий я прочитал о том что не на такую помощь от америки с газом рассчитывала новая украинская власть ну хоть что-то берите пользуйтесь ну а просто чтобы понимали это уровень политической дискуссии в сша никто не обсуждает реальные проблемы а вот то так сказать что случилось какой-то там физиологический конфуз у конгрессмена в прямом эфире это достойная тема для того чтобы проводить ток-шоу журналистские расследования и другие делать яркие заявления ну такова американская журналистика собственно на том и стоит это собственно мы и исследуем кстати еще американской политики а потом и про американскую журналистику расскажу трамп снова высказался ярко и принципиально он рассказал почему собственно пришлось уволить посла сша на украине мария ванович ну там понятно идет долгая сейчас тяжба она там против него свидетельствует в рамках и импичмента вот этого это процесса импичмента а и конечно предъявляет ему как мол он мог выгнать меня такого дипломата дипломатку специалиста специалистку и тут трамп объяснил все четко и понятно это посол не вешала мою фотографию в посольстве полтора года не могла повесить а ведь она принимает решение вы представляете полтора или два года у нее ушло на то чтобы повесить мою фотографию поэтому у меня было право посла поменять на самом деле он прав но действительно президент может же назначать послов снимать что это за бред какой то сейчас мы видим опять вот это вот битва трампа с элитой то есть ему говорят ты как мог выгнать такого посла хотел и выгнал я президент сша ну правда дальше он уже себя остановить не может это был человек обамы она не хотела вешать мою фотографию но тем не менее такие высокие отношения то есть посол назначенный обамой ему там ему ей да звонят говорят у нас президент поменялся трамп а я фотографию не повешу повешу только в туалете и все ну это американская дипломатия американский политика президент он звонит мари прошел уже год фотография висит моя или нет еще нет почему не хочу немедленно по ну так далее на том и стояли а потом еще удивляются почему так сказать дипломатические провалы происходят в целом ряде стран у сша ну а как могут работать послы которые начинают день не сверяя свои жизненные поступки с портретом главы государства но это еще что кстати по поводу портретов нью-йорк таймс берет новые высоты новые высоты только не наверху а внизу что я имею ввиду с парохода современности сбрасывают поле гогена решительно и бесповоротно знаменитый художник в полинезии спал с малолетними ну и кстати говоря до этого в прошлом году уже списали из великих художников дега потому что там у него был абьюз и мезогения значит что можно сказать по поводу гогена американские журналисты заклимили художника ну мы многие слышали да что он жил тогда на французской полинезии там жил на таити действительно жил с местными жительницами воспитывал с ними детей писал работы теперь наслаждаться гогеном признавать его талант по мнению нью-йорк таймс это полный харам очень даже нехорошо более того с подачи журналистов с подачи возмущенной взволнованной общественности в ряде музеев где выставляются его картины спишут специальные пояснения например на последней выставке в оттаве хоть это и канада но какая разница название и описание ряда его работ были изменены чтобы избежать не чувствительности языка понимаете какая штука например картина под названием голова дикаря маска теперь содержит ярлык специальный прям клеют на картину и пишут что слова дикарь и варвар сегодня считаются оскорбительными и отражают отношения привычные во времена гогена который сам был не очень хороший человек в быту понимаете ну это какое-то экстра кривое зеркало то есть все перемешалось так сказать да в доме облонских и в нашей новой такой жизненной антиутопии где какие-то люди какие-то интеллектуальные карлики не культурные клерки раздают направо налево штампы выписывают ярлыки какой художник разрешен к просмотру вдумайтесь да то есть ты что идешь на выставку гогена ты не знаешь какой он был нельзя этого делать предлагаем запретить картины сжечь музей закрыть и только толерантно одобренные правильные картины представлять к широким к широкому показу для народных масс то есть смеялись над советским союзом иронизировали получите и распишитесь современная американская демократия она вот такая ну и теперь к делам новгородским всегда приятно отмечать и так и получается что каждую неделю я говорю о том как область была отмечена замечена восславлена на федеральном уровне совсем только что завершилась в москве транспортная неделя проходил мимо заглядывал смотрел очень серьезный большой кусок вопросов там обсуждался в связи с проектом безопасные качественные дороги это вообще отдельная такая прорывная тема который я еще буду говорить но в данном конкретном случае министерство транспорта российской федерации отметила работу именно новгородской области и администрации по реализации этого проекта и не просто отметила в общем то специальный диплом с подписью министр евгения дитриха получил губернатор региона андрей никитин который как раз там выступая поделился опытом как за последние годы удалось наладить работу в этой сфере и сотни километров дорог отремонтировать ну вообще на самом деле так сказать дорожная деятельность сейчас бурно кипит на территории региона там большие федеральные реализуются проекты связанные с автобаном москва-питер но и внутренние артерии приводятся в нормальное состояние быстро качественно на очень высоком уровне здесь я не могу не отметить как раз реализацию инструмента общественного контроля на территории региона здесь огромную работу выполняет близкая мне понятная структура региональная общественная палата которая вообще отмечает скоро свой юбилей середине декабря и как раз во многом общественная палата новгородской области может следить служить образцом того как вот эти инструменты связанные с участием общественников в наведении порядка могут работать достаточно посмотреть по социальные сети не то что каждую неделю там делали не каждый день или через день группы такого общественного реагирования выдвигаются смотрят как проходит ремонт там что делают здесь как нам значит приводит в порядок ту или дорогу вот это здорово это круто и вот подобный опыт нужно распространять чтобы другие регионы нашей страны приезжали в новгород и брали на вооружение эти инструменты я думаю что новгородцы люди такие открытые которые всегда готовы поделиться рассказать о том что хорошего происходит а люди люди в регионе отличные и еще одна новость которая меня порадовала как раз с этим связано в конце октября пострадала от урагана церковь феодора стратилата в деревне верехного местным жителям с этой бедой не справится нет ни навыков ни техники да и средств нету но вот смотрите как интересно стоило только вот газете районные до волотовской газете об этом сообщить и цепочка сарафанное радио социальные сети нашелся предприниматель из великого новгорода который решил помочь помог дал материал на кровлю бесплатно имя свое называть не хочет то есть нормальный человек которому не нужна эта реклама пиар просто есть беда человек приходит на помощь и все дальше конечно значит нужно заниматься внутренним ремонтом но сделан первый шаг и хочется подать сигнал кинуть кличе мир не без добрых людей первое большое дело сделано я думаю что и прихожане и неравнодушные верующие люди в области могли бы подключиться и всем миром храм привести в должный вид но главное это то что сострадание сопереживание все это есть в наших людях и благим делам благим делам кстати говоря реклама и раскрутка нужно а вот людям которые делают как оказывается это и не нужно это очень здорово потому что это происходит по велению сердца и души но а мне остается только пожелать чтобы социальные сети и сми подобных историях рассказывали больше и ярче чтобы все мы понимали что мы в этом мире не одни всегда есть рядом с нами кто-то на помощь кого мы могли бы положиться в любой ну и в том числе конечно в сложной ситуации но мне хочется только пожелать чтобы подобных историй вернее именно ситуации проблем в нашей жизни было меньше берегите себя увидимся